Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждет Virgin Hyperloop, которая успешно прошла первый тест с пассажирами на борту. Австрийский сорвиголова совершил первый в истории полет на Винкс-хьюте с электродвигателем. Кавасаки активно разрабатывает необычный скоростной вертолет K-Racer. Робот Blade Bug инспектирует ветрогенераторы, ловко перемещаясь по лопастям турбин. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно, друзья, подписываемся на канал, если вы не подписались. Усаживаемся поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Транспортная система Virgin Hyperloop прошла первый тест с живыми людьми в качестве пассажиров в капсуле. Он завершился полным успехом. Проехаться на действующем прототипе будущей гиперсети вызвались Джош Гигель, соучредитель компании, и Сара Лучиан, директор по работе с клиентами. Как пояснила Лучиан, Hyperloop не просто очередной вид транспорта, а новое понимание того, как должны перемещаться люди в будущем. Поэтому она и стала добровольцем, чтобы ощутить все это на личном опыте. Для теста использовалась новая капсула XP2, которая специально спроектирована для перевозки двух пассажиров. Она оснащена всеми системами безопасности и имеет ограничители скорости. Во время теста в трубе с условным вакуумом длиной 500 метров капсула с пассажирами разогналась до 172 км в час. Напомним, что глобальная цель компании в создании системы, в которой капсулы намагли в подвеске будут летать с околозвуковой скоростью до 1200 км в час. Текущие успехи гораздо скромнее. Во время тестов с грузом капсулы разгонялись максимум до 387 км в час. Но это не минус, а скорее плюс, отмечают в компании, потому что на первом месте стоит безопасность, а не скорейший выход на рынок. Проект развивается уже 6 лет. Получение сертификата безопасности намечено на 25-й год, а возить первых коммерческих пассажиров Hyperloop начнет не ранее 30-го года. Каскадер Питер Зальцман совершил первый показательный полет на принципиально новом оборудовании, в модернизированном винг-сьюте с электродвигателем. Испытатель искренне надеется, что положит начало новому виду экстремальных развлечений. Современные модели винг-сьютов прекрасно управляются и довольно долго удерживают пилота в воздухе. Но летают все еще только за счет гравитации, теряя метр высоты на каждые 3 метра горизонтального полета. Однако скорость парения в них вдвое ниже, чем при спуске на парашюте, не более 100 км в час. Поэтому достаточно небольших усилий, чтобы компенсировать воздействие силы притяжения. Значит, можно обойтись скромным мотором с минимальным источником энергии. По чертежам Зальцмана, инженеры из BNV Designvox сконструировали компактную установку с двумя пропеллерами диаметром 13 см и скоростью вращения 25 000 оборотов в минуту. Они работают на электроэнергии и имеют суммарную мощность всего 20 лошадиных сил. Капсула с моторами крепится на груди пилота, чтобы его тело не заслоняло набегающий поток воздуха. Зальцман отметил, что ему пришлось совершить не менее 30 полетов в аэродинамической трубе, чтобы привыкнуть к новой конструкции и научиться ею управлять. Первый полет планировали совершить в корейском Пусане, где есть удобный объект, три небоскреба рядом, каждый выше предыдущего. Зальцман хотел пролететь над ними по восходящей траектории, но пандемия нарушила все его планы. Вместо этого он пролетел над пиками Дель Брюдер в австрийских Альпах, развив после включения моторов скорость более 300 км в час. И хотя запаса энергии хватило лишь на 5 минут активного полета, каскадер сумел добиться главного. Человек в Винкс-хюте впервые в истории летел не только вниз, но и вверх, достигнув невиданной ранее свободы полета. Японская компания Kawasaki известна во всем мире своими мощными мотоциклами. Но при этом мало кто знает, что из 15 миллиардов долларов, заработанных компанией в прошлом году, всего лишь 3 миллиарда 200 миллионов долларов приходится на производство мотоциклов и двигателей, и целых 5 миллиардов на производство аэрокосмических систем. Работая в данном секторе, Kawasaki производит небольшую линейку вертолетов, как военных, так и гражданских, а также турбореактивные двигатели для Airbus и Boeing. Одна из интересных новинок компании – беспилотный трехмоторный вертолет K-Racer. Верхний четырехметровый несущий винт почти ничем не отличается от обычного вертолетного, лопасти которого могут изменять угол наклона в зависимости от режима полета. Особенности K-Racer – отсутствие хвостового ротора, функции которого выполняют два горизонтальных двигателя на концах коротких крыльев. Они также обеспечивают горизонтальный полет вертолета с большей, чем у многих обычных вертолетов, скоростью. На данный момент K-Racer – это опытная модель, демонстрирующая возможности новых технологий. В процессе испытаний машина показала устойчивость в управлении, что в дальнейшем будет учитываться при создании транспортных средств вертикального взлета и посадки. Интерес к возобновляемым источникам энергии, включая ветрогенераторы, продолжает стремительно расти. Развитию этой индустрии может поспособствовать и представлены недавно, похожие на жука, шестиногий робот Blade Bug, предназначены для инспектирования лопастей ветряных электростанций. Находясь на открытом пространстве, ветряные турбины испытывают на себе колоссальную нагрузку от воздействия погоды, начиная от сильных ветров и штормов, и заканчивая экстремальными температурами. Для поддержания их работоспособности необходим тщательный контроль с целью выявления даже самых небольших повреждений. Всем этим до сих пор занимались специальные бригады техников-высотников. Возможная альтернатива этой опасной работе – использование роботов, подобных Blade Bug. По лопастям турбин он передвигается с помощью шести лап с вакуумными присосками, попутно сканируя их поверхность на предмет трещин и деформаций. Тестирование робота вначале проводилось на суше, а недавно при содействии офшорной энергетической компании War Catapult они продолжились в открытом море. Цель проекта – продемонстрировать возможности полностью автоматизированного осмотра и ремонта морских ветряных турбин. Новые технологии предполагается опробовать в деле уже в середине 2021 года. На этом я буду заканчивать, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, если вы не подписались, и обязательно поставьте колокольчик. Также я буду благодарен, если вы напишите комментарий под этим выпуском. Подписывайтесь на все наши полезные ресурсы и каналы, все ссылки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться, друзья. Еще раз спасибо большое за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok